Звуковое кино В 30-е годы в Ленинграде в кинофотоинституте была создана лаборатория. И там исследовали как раз анимационные звуковые эффекты. Но что такое рисованный звук? Это вот на этой самой звуковой дорожке можно было её полностью засветить. Она остановилась абсолютно прозрачная. И можно было не с помощью записи звука на плёнку, а прямо фломастерами, тушью рисовать этот звук и слушать, что же именно нам прочитает кинопроект. Но на плёнке рисовать звук неудобно. Поэтому что делали? Делали бумажные, такие большие бумажные вырезки из полосок. Вот. Выкладывали их на стол и фотографировали. Художник-воинок в числе немногих занимается разрешением проблемы искусственного звука. Он делает звуки из простой бумаги. Немые герои будут звучать. Заготовки окончены. Здесь бумажный оркестр переезжает на мультипликационный станок. Справо рисованный герой. Лево рисованный звук. Получалась звуковая дорожка сфотографированная, которую потом пускали в кинопроектор. И вот с помощью вот этого фотографирования этих полос, которые лежат на столе, вот это как раз и получилось, вот этот эффект прямо музыкальный. То есть целый ансамбль звучит, при этом он имеет и темп, и тональность, и мелодию. То есть на фоне этих аккордов ещё и мелодия звучала. Никто эту музыку не играл, никакой музыкант не исполнял, а на плёнке слышно. И это потрясающе. Субтитры создавал DimaTorzok Танец Вороны – шедевр, созданный изобретателями рисованного звука. По сути дела, это изобретение было рождением первого синтезатора. Рисованный звук позволял достигать эффектов небывалой музыкальной виртуозности, неповторимой пластики звучания. А музыкальный ансамбль жил на бумаге. В 1934 году появился детский мультфильм «Вор», озвученный методом рисованного звука. Особенности технологии рисованного или синтетического звука были описаны в книге «Мультипликационный фильм», вышедший в СССР в 1936 году. Эта книга попала в руки одного увлечённого анимации режиссёра из Шотландии. И это было прекрасно. Удивительное российское изобретение подарило этому режиссёру новое увлечение, новое вдохновение. Режиссёра звали Норман Макларен. Ему суждено было стать крупнейшим новатором языка киноанимации, великим экспериментатором. Прикоснёмся к страницам его жизни в следующей главе.